здравствуйте дорогие друзья с вами передача фокус на человека как говорят ученые конфликт двигатель прогресса и личного в том числе как найти пространство в своей жизни для того чтобы научиться в этом конфликте жить взаимодействовать с ним и выходить оттуда как минимум сохраненным и как правильно отказать чтобы сохранить отношения и чтобы не обидеть людей как попросить о чем-то и так далее вопросов на эту тему очень много есть цитата очень который мне очень нравится не умело реагирование на конфликт влияет на наше отношение карьеру бизнес переговоры здоровье и жизнь пора научиться действовать по-другому давайте учиться и будем этому учиться с нашим сегодняшним гостем и автором этой цитаты представляю вам нашего гостя руслан хоменко и руслан не просто автор книги а еще и тренер по ораторскому мастерству и автор авторской автор авторской технологии речевая самооборона здравствуйте руслан добрый день но поехали мы начнем с того что мне кажется сначала нужно зрителям дать понять что наверное конфликт это нормально я бы сказал ты естественно и тут уже вопрос что мы называем конфликт и что такое конфликт то что для одного конфликт для другого вообще естественной ситуации даже уже ровную и наоборот для кого война для кого мать родна но я имею ввиду вообще понятие конфликта очень сильно неопределенная когда я спрашиваю на тренинге что такое конфликт люди вспоминают Словарное определение, противостояние, противодействие, несоответствие каких-то взглядов, точек зрения позиций. А потом задаешь вопрос, а бывает такое, что у вас было когда-то противостояние или несоответствие позиции, и вы это не воспринимали как конфликт. То есть мы с вами говорим сейчас о том, что конфликт это очень широкое понятие. Очень широкое, каждый по-разному транслирует. И когда в диалоге встречаются два человека с разными позициями? Ну я бы по-другому, наверное, сказал. Есть такое, чтобы прийти к определению конфликта, лучше задать вопрос, как ты понимаешь, что ты в конфликте? Самому себе задать вопрос. Есть разные, наверное, определения болезни, наверное, обывателя. Одно определение даст профессионал, другое. Но и тот, и другой сойдется, что болезнь это когда тебе где-то плохо, ну или больно. Точно так же можно сказать, что конфликт это когда тебе дискомфортно. То есть если идет диалог людей с двумя разными точками зрения, но я при этом не чувствую, скажем так, в теле, везде об этом речь, да, никакого напряжения, никакого дискомфорта, то это не конфликт. Ну, просто вы это не воспринимаете как конфликт на ситуацию. Не воспринимаю. Может быть, потом воспримите. А, то есть отставленное может быть. Да, да, в случае с манипуляциями, со скрытыми воздействиями такое часто бывает. А если я все-таки... Сейчас все хорошо, а потом, ах, вот это ну что-то будет. Я же пропустил, мне же надо было по-другому отреагировать, да, зачем я это проглотил, да? Вот такие реакции. Ну, я думаю, это каждый проживает каждый день по несколько раз. Ну, хорошо, если мы все-таки почувствовали, что вот у меня взаимодействие с другим человеком, который вызывает у меня некий дискомфорт. Все, это сигнал, что ситуация уже конфликтная. Вести себя нужно чуть-чуть по-другому. Точно так же, как если мы едем по дороге, мы просто едем, но как только возникает какая-то условно-конфликтная ситуация, мы это чувствуем. Ну, или предчувствуем, предвидим, что-то не то, что-то не так. Дорога какая-то другая, наличие видеокамеры, погодные условия изменились. Мы начинаем ехать более концентрированно, мягче, с амортизациями, скажем так, сбавляем скорость и так далее. Точно так же и в коммуникации. Собственно, вот мы пришли к технологии речевой санбарон. Как только мы почувствовали, что мы в конфликтной ситуации, надо смягчать. Амортизировать. Телесно амортизировать, вербально амортизировать. А это всем доступно амортизации? Я вот, например, знаю, ну, как минимум, несколько человек, для которых слово амортизация, ну, может звучать как оскорбление. Ну, то есть, настолько привыкли давить в этих ситуациях, что как амортизировать? Это же потерять себя, это же потерять лицо. Все зависит от цели от ситуации. Тут вопрос, что такое конфликт. Это один вопрос. Мы называем конфликт, когда тебе где-то здесь дискомфортно, вот в этой области. Не будем сегодня думать о про это. А второй вопрос цели и ситуации. Ну, например, вот если мы говорим о полемике. Полемика в виде коммуникации, где цель не столь важна, а важно вот именно выплеск. Мы понимаем, рамки этой игры, они такие, здесь надо выплескивать. Соответственно, здесь быть конструктивным, наверное, не та ситуация, где нужно быть конструктивным. Здесь нужно быть эмоциональным или праздник, например. Хотя на празднике тоже может быть конфликтная ситуация, и на празднике немножко по-другому нужно реагировать на конфликт, нежели, например, в семейной жизни для того, чтобы быстрее выйти, не опоздать на самолет или в театр. А что значит праздник в каком смысле? Ну, праздник, формат праздника. Хорошо, уточни, любые действия в любой коммуникации всегда должны быть следствием понимания той цели, той цели, которую мы преследуем, в той ситуации, в которой мы находимся. Условно говоря, ну, давайте самые простые вещи. Улыбаться, не улыбаться, смотреть в глаза или не смотреть в глаза, жестикулировать мягко или широко и так далее. Это от чего зависит? От того, кто перед нами, что за события, место, время, внешние какие-то правила, потому что разные виды коммуникации диктуют свои правила. Вот про полемику сказали, например, да? Про игра, дебаты, например, или обычные же реальные дебаты. Наверное, все-таки разные виды. И той ситуации, которую мы преследуем. Ну, слушай, часто очень автоматизм включается. Автоматизм включается всегда. Тут вопрос, этот автоматизм идет от природы, то есть это природный автоматизм. Говоря о конфликтах, это как раз бей, беги, замри. Мы об этом говорили. А если мы говорим про автоматизм наученный, у профессионала, наверное, автоматизм другой. Тот человек, который публично, например, выступает часто и где-то поучился, он, наверное, на какой-то вопрос, который воспринимает дискомфорт, нам не будет отвечать, сядь, заткнись. Ну, к примеру, да? Он, наверное, самортизирует, вопрос интересный, надо подумать. Давайте так, вы на листочке мне ее сейчас запишите, передадите. А вот к концу нашей встречи я публично озвучу свой ответ. Хорошо? Пожалуйста, следующий пример. Это вот пример амортизации. Ну, это как пример, конечно. А вот смотрите, да, вот я как бы сразу проглотил слово амортизация, потому что я понимаю, о чем речь. Но это ведь понимают действительно далеко не все. И что такое в обычной жизни, ну вот, скажем, вот как раз... Что такое амортизатор? Да, потому что вот те самые конфликтные ситуации, о которых вы говорите, мы же каждый день с ними там в очереди в магазине, в транспорте с контролером, с человеком, который не хочет снимать рюкзак и занимает 4 места вместо одного и так далее. Вот тут уже нужна амортизация. Давайте начнем тогда изначально. Любая коммуникация приносит какой-то результат. В любом случае. В любом случае. В любом случае. Эти результаты условно можно разделить на два типа. Первый – реальный результат. Ну, такой результат действия. Ну, например, в случае с рюкзаком человек там отходит или там снимает рюкзак или там что там. Ну, или какой-то действий, да, или кто-то подписывает договор, яму кто-то. То есть это реальный результат. Там моет посуду член семьи. Ну, давайте с рюкзаком. Два варианта. Реба человек сейчас отошел, которому мешает. Я думаю, там есть вариант. Попросить кого-то между вами встать и так далее, и так далее. Варианты всегда есть. Это реальный результат. И есть результат, который называется отношения. То есть в результате любой коммуникации мы получаем, можем получить два варианта. А может ничего не получить. Можем получить результат и сохранить отношения. Можем получить просто результат и не сохранить отношения. Можем сохранить отношения и не получить результат. Можем вообще ничего не получить. Ни результат, ни отношения. Много вариантов. Много, но они есть. Но 4. С результатами более-менее понятно. Но есть то, что ты хочешь. Человек снял рюкзак, например. То есть, в данном случае стоит вопрос о том, как попросить. А что такое отношения? Как понять, отношения сохранились, нет, или не сохранились? Вот вопрос задан. А, наверное, по ощущениям тоже. Если это незнакомый человек, как в случае с рюкзаком, мы же говорим о соприкосновении с незнакомым человеком. Ну, если это ситуация незнакомой, но все равно. Как я пойму, что ситуация разрешилась? Нет, как мы поймем, что есть результат с названием отношения. Отношения. Как я пойму, если человек не... Сохранились и есть пространство для развития, например. Но он меня, наверное, не обругал всеми последними словами и снял рюкзак. Это от него зависит. Снял рюкзак, это вот этот результат. Реальный. Скорее всего, наверное, мы согласимся с тем, что отношения, есть результаты или нет отношений, это хочу общаться, не хочу общаться. Дальше. Если хочу общаться, значит результат названием отношения есть. Есть. Если не хочу общаться, сейчас, потом и так далее, то, скорее всего, вот этого нет. Вот исходим из этого в конфликтах. Например, если мы уже говорим про цели в конфликтах. Потому что у каждого из нас есть инструменты от рождения, благодаря которым мы можем получать результат. Ребенок, не обладая никакими знаниями, может получить все, что хочет. Дети одни из самых лучших переговорщиков. Он может настаивать, он может конючить, он может просто уйти и заставить переживать о себе и потом получить все, что хочет. Да, он может попросить не тебя, а бабушку и так далее, так далее. Что он это знает? Он где-то на тренингах этому учился. Нет. Есть цель получить то, что. Про отношения, скорее всего, он не думает в этот момент, да. Ну, это та фора, которая у детей есть. Отношения вроде как взрослые всегда стремятся сохранить. Вот и все. Во взрослой жизни нужно и о том, и о том сильно думать. И вот я на тренингах иногда спрашиваю, вот если все-таки возьмем, вообще лучше и то, и другое, когда есть, наверное, да. Кажется, согласится, что и результат есть, и отношения сохранены. Но если мы возьмем, что нужно выбрать что-то одно. Вот что вы выберете? Ну, это, наверное, каждый выбирает по себе. Кому-то важнее результат, а кому-то отношения. И начинаем долгий коммуникативный процесс. И в результате все равно все приходят, что отношения важнее. Отношения важнее? Бывает ситуация, где результат. Но чаще всего это вопросы жизни и смерти. Ну, условно, жизни и смерти. Жизни и смерти человека, организации, семьи и так далее, и так далее. И тогда вот принудить, заставить, манипулировать, это вот, это легко вот этими инструментами получить любой результат. Но если мы говорим о долгосрочных отношениях, о жизни комфортной для всех вокруг, то многие говорят вот так. Ну, давайте даже бизнес возьмем. Что важнее для бизнеса? Деньги получить или отношения с партнерами, с клиентами? Отношения, перспектива здесь. А бизнес, почему? Почему отношения важнее, чем деньги? Так это перспектива будущих. Вот. Будущих зарабатываний денег. Это же не я говорю. Чаще всего так и говорят. Это говорит человек очень далекий от бизнеса. Я, например. Ну, к пример. Потому что сохраненные отношения или отношения, которые могут дать развитие, они могут дать развитие и в результат. Если не эти люди, с кем сохранили отношения, дадут результат, то они могут кому-то порекомендовать, например. Или отстранено, чуть позже заказ какой-то получить. В общем, отношения это тоже важный результат. В конфликтах большинство людей про отношения не думает. То есть, я правильно вас поняла, что про отношения это понятно? Вот, по крайней мере, для меня, для людей моего типа. Вот сейчас понятно. Да, 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 сейчас понятно. Но, тем не менее, существует все равно группа людей, которые будут говорить, не-не-не, мне все равно результат важнее. Мы сейчас понимаем, что это все равно тупикаевая форма развития эволюции, да, и она все равно приведет к отношениям. Так? К ценности отношений. Есть те люди, которым результаты важнее отношений. Конечно же, это люди, там, достигаторы, или мы их еще называем люди соревновательного типа. Им не важно, где что, важно условно победить. И вот настоять. Среди оправдывать средства. Но мы сейчас же говорим не о тех, а, ну, скажем так, о возможных вариантах. И когда мы говорим о конфликтных коммуникациях, а каждый человек бывает в этих конфликтных коммуникациях, то каждому нужно, прежде чем что-то сделать, в данном случае ответить или сказать, есть смысл все-таки задавать себе вопрос, мне сейчас важнее что? На самом деле, речевая самоборона родилась как ответ на запрос, что делать в конфликтных ситуациях, чтобы и результат был, и отношения были сохранены и приумножены. Именно эта позиция дает многогранное развитие и гораздо более эффективную жизнь, более насыщенную. То есть, ваш постулат по поводу амортизации как раз родился из того, чтобы решить проблему и сохранить отношения? Амортизация — это инструмент, благодаря которому в конфликте можно более мягко войти в ситуацию и разрешать ее, чтобы были результаты и сохранялись отношениями. Как на деле будет выглядеть амортизация? Хорошо, да, мы тут много говорим про амортизацию. Что такое амортизация? Амортизатор автомобиля — это что такое? Давайте, зачем он нужен? Амортизатор автомобиля смягчает конфликт между автомобилем и дорогой. Кто, кто ездил на автомобиле без амортизатора, понимает, что это весело, но больно. Если мы посмотрим в общем конфликтные коммуникации, что такое конфликтные коммуникации? Кто-то хамит, посылает, возражает, заставляет, требует, наставляет, как это, хахмит, подкалывает, кричит, манипулирует. То есть, в принципе, вроде мягко стелит, а на самом деле там, да, собственно, достаточно посмотреть просто передачи типа прожарки, стендап, когда вот к первым рядам с кем общаются и так далее. Это вот по форме, это примерно так. Так вот, мы, если посмотрим, конфликтные коммуникации, они очень жесткие и быстрые. Дурак сам дурак, пошел чего? Ну вот, они резкие. И получается, что мы отвечаем не от разума. Это потом мозг, включаясь, говорит, надо было по-другому ответить. Эмоция на эмоцию идет. Да, отвечают отсюда. Но по большому счету отвечают, условно, инструментами, которые нам дала природа. Да, эмоционально. Выплеск. Это как вот человеку, брось горячий мяч, ну, например, шар, он оп, и вот обратно. Хотя на самом деле он мог, да, и, ну, или еще что-то сделал, да, тому студенту, ну, и так далее. И вот мы кидаемся все вот этими штуками. А результат? Потом сидим и думаем, ну, зачем я? А, кстати, если мы уже что-то сделали, человек так устроен, что потом ему гораздо, тем более, если он не умеет, сложнее признать неправоту, там, прости, пожалуйста, что-то я там сгоряча, пойдем чай пить и так далее. А у него позиция какая? Раз я это сказал, значит, мне теперь это нужно отстаивать. Понятно. И тем самым усиливается конфликт еще больше. Соответственно, амортизаторы, амортизаторы телесные, телесные амортизаторы, это странно. Ну, например, это легкое удивление, легкое удивление мимика, легкое удивление плечами. А руки? Да, руки вот, жест, жест легкого удивления, это немножко другое, другое, это больше вот. То есть, при этом открытые руды все-таки? Легкое удивление, вот давайте, эмоции легкого удивления, вот просто сейчас. Приподнятые брови. Будущие, да, это не недоумение. Слегка, слегка приподнятые брови. Вот-вот, это тоже, кстати, нужно потренировать. Что на, если переводить на вербальный язык, то я не понял, что происходит, да, или что-то, 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 что-то случилось. Я бы по-другому, странно, странно, интересно, интересная ситуация, да. Ну, мы даже видим, люди, а вот это уже вербальные амортизаторы пошли. Странно, интересно, по имени человека назвать, паузу подержать, потянуть, у нас эта амортизация называется разговор с Богом, это вот такой звук, м-м-м. Все это так или иначе демонстрирует легкое удивление. Тут не нужно быть того, то есть не нужно придуриваться, да, не нужно. А, искренность все-таки, да, натуральность? Это все отрабатывается. Конгруентность должна быть реагирование, да? Речевая самобарона строилась по модели айкидо. Ну, вот айкидо физический способ отстаивать себя, уход с линии атаки, блоки, ну, то есть вот скользящие, когда мимо. Это что, мы не наносим удар кому-то, а эта энергия уходит сквозь, мимо, мимо. Возможно, человек, который хочет нам нанести какой-то урон, но его удар прошел скользь, возможно, пока этот удар уходит, энергия ушла, и он одумается, скажет, чего я, слушай, прости, я все-то переборщил. Это благодаря тому, что мы самортизировали в том числе, правильно? Хорошо. То есть в любом случае, ну, амортизаторы, я иногда говорю, что речевая самобарона, в принципе, это амортизация. В принципе. И еще важный момент, это предложение. То есть как только мы что-то, мы самортизировали, смягчили конфликт, сделали его мягче, у нас рацию включилась, мы начинаем быть более осознанными, потому что конфликтная ситуация все-таки характеризуется тем, что больше эмоцию. Перехлестывает. Да, а одна из формул в речевой самобароне, это эмоцию плюс рацию равно 100%. По-русски, чем больше здесь, тем меньше здесь. А это отвечает за что? В данном случае не может, да, и неочередная коробка. Отвечает за взвешенность принятия решений, за принятие ответственного решения. Рационально ответственное, да. Если мы отсюда принимаем решение, мы потом часто говорим, ой, это не я. Что я сделал-то? Да, что я сделал, надо было по-другому. А вот если здесь, этим принимаем решение, тогда хотя бы минимум ответственности. Хотя бы хоть какая-то ответственность. Подразумевается тогда, если я правильно поняла, амортизация подразумевает как раз вот этот момент переведения себя с эмоционального уровня на рациональный и, наверное, еще посмотреть, что там у собеседника. Амортизатор нужен для того, чтобы как раз включить трассу. Амортизатор преследует и речевую, то есть и вербальный, и невербальный, по сути, речевой. Странно, интересно. Василий Иванович, мы давно друг друга знаем. И вот сегодня мы с вами хотели говорить на совершенно другую тему. Ну, например, вот это все амортизатор был. Я прям тут услышала, вы сейчас объединили, мы с вами. Да, здесь много объединений. Здесь много амортизаторов было. Амортизаторы можно соединять. Здесь была пауза, здесь было «ммм, здесь странно», здесь «мы с вами», это очень хороший амортизатор, «мы с вами вместе», «мы с вами давно». К этой группе амортизаторов еще относится «я такой же, как вы». Это действительно объединитель, который на бессознательное действует как снижение конфликтности и желания дальше агрессировать. Мы здесь с вами собрались для того, чтобы решить, чем больше мастерство контрманипулятора вырастает, тем больше он пользуется уже не шаблонными амортизаторами, как-то ими, странно, хороший вопрос, здорово, что вы задали такой вопрос, я смотрю, вы смелый, ну и так далее. А начинает пользоваться амортизаторами, что вижу, то пою. Точно так же, как бойцы. Ну, бойцы, там, неважно, какие виды единоборств. Сначала шаблонные какие-то удары, блоки, уходы, а потом уже начинает творчество. Ну, можно сказать, творчество, да. Хорошо. Вот с амортизацией, вот прям мне, по крайней мере, все понятно. Уточню. Это две цели. Первое – это смягчить коммуникацию, и второе – чуть-чуть потянуть время для того, чтобы включить рацию. Иногда бывает такое, что даже амортизатор не позволяет включить рацию. Но мы четко должны понимать, что если мы себя в конфликтной коммуникации ведем себя, исходя из эмоционального центра, то есть вот когда энергии много здесь, а здесь мало, то мы 100% совершим что-то, по поводу чего будем или жалеть, или оправдывать это. Отсюда мы делаем сейчас ту работу, которую потом придется переделывать, перелопачивать, платить за то, что мы сейчас наделали. Соответственно, что сделать? Если не работает это все, нужно рвать коммуникацию. Если не работает, рвать коммуникацию. Вот еще один момент хотелось бы заострить внимание на том, что вы говорили, если не получается отсюда уйти, то включаются те самые защитные механизмы «бей, беги, замри». Не всегда включается конфликтная ситуация. Если, например, нас сейчас кто-то испугает каким-то образом или что-то упадет, у нас все равно изнутри, в обход нашего сознания сработает один из этих трех механизмов. Или застынь, или дернись, убеги, или напади. А оно точно сработает, потому что скорость реагирования нашего организма быстрее намного, чем скорость мысли. Это рефлексия. А рефлексия – это те механизмы, которые в нас появились тогда, когда мы еще только вживу и не появились. Ну да, формироваться. Эволюционный вопрос. Да-да-да. Это млекопитающие, это рептилии. Я просто хотела, чтобы вы рассказали, вот, допустим, когда у нас у всех разные стратегии, вот эти «бей», у кого-то превалирует «бей», у кого-то «беги», у кого-то «замри», да, в силу воспитания, типа нервной системы и так далее. Я бы сказал, в результате нервной системы воспитания потом какой-то из типов превалирует, ну, больше. Тип нервной системы в первую очередь. Нет, это уже что? Это уже некая система ценностей и знаний, благодаря которым мы свое природное уже каким-то образом оформляем. Адаптируем как-то. Да-да-да. Возможно, в виде зажима, ну, типа «напади» – это значит нехорошо в какой-то культуре или в религии. И от природы у человека есть этот инструмент, он превалирующий, но ему в воспитании нападать плохо, хамить плохо, отвечать так плохо. И зажали. Да, это зажали, какие-то другие вроде развивают, а как эффективно вот эту энергию использовать? Не дали. И вот я уже слышала, что вы сказали, что если человека срабатывает вот тип «бей», то ты дурак, сам дурак, да? Вот этот вот, условно говоря, такой. Ты кто такой, а ты кто такой, да? Хорошо, вот так примерно выглядит вот эта стратегия. Если человек бессознательно или каким-то образом применяет стратегию «беги», то как это выглядит в конфликте? Что он делает? Ну, в физическом плане, точно так же, как у животных, это реально убегание. Ну, просто физическое. А в вербальном? А в вербальном – это оправдание. Я не хотел, вы неправильно подумали, это не совсем так, я просто хотел, извините меня, пожалуйста, слово «извините» – это один из показателей. Это один из показателей оправдательной коммуникации, как ни странно. А, то есть есть какие-то слова запретные, как вы сейчас говорите? Это мы сейчас вербальные показатели. Есть, конечно, невербальные, это бегающие глаза, отведенные глаза, это вот мелкая моторика, когда пальцы играют в зажимы. Вот эти вот успокаивающие жесты. Ну, может быть, не столь успокаивающие, но они такие вот, человек как бы зажимается, он начинает вот. Это убегание. В принципе, «замри», «замри» – это тоже такая разновидность убегания, убегания в себя. В себя. В себя. А, то есть может быть, вот это может быть, вот это может быть, замолчал просто. Ну да, то есть это мертвое лицо или это поведение, которое транслируется эмоциями стыд, вина, обиду. Уход в себя. Здесь на энергии проще показать. Встреча, нападение – это вот, когда идет, ты дурак, это сам дурак. Энергия на энергию. Убегание – дурак, я не хотел, так получилось, ну и так далее, забалтывание – это вот энергия оттуда. А если мы говорим про «ты дурак» и «стыд вина» – это вот в себя. А потом она или в соматику уйдет, или накопится, и будет отход, ну скажем, он ее будет использовать на кого-то более слабого и беззащитного. На вторичную агрессию. Ну да, по-моему, так психологик называет. Да? Ага, хорошо. Нападают-то на кого? На того, кого воспринимают слабыми. Осознанный человек не будет нападать на слабого. А человек, у которого много здесь накоплено, он бессознательно ищет, куда это отдать. Я бы хотела заострить вот на втором варианте «бегай», на оправдание, потому что вы здесь сказали слова, которые прям вот под запретом. Есть же анекдот хороший на эту тему. Жена приходит домой, что-то там не понравилось ей, что сделал муж, и она начала кричать, она начала возмущаться, начался скандал. И вот в тот момент, когда жена уже готова была успокоиться, муж сказал «успокойся». Ну понимаете, и все началось снова. Такой вот психологический анекдот. Но в нем правда жизни. Есть какие-то слова, которые ни в коем случае не приведут конфликт к тому самому решению, что и цель достигнута, и отношения сохранены. Вот какие-то слова. Вы сказали уже про слово «извини». Ну условно, есть поведение, когда виды деятельности, дел, деятельности, которые мы называем конфликтогены. Конфликтогены бывают телесные. Ну, например, если вот так буду сейчас делать, скорее всего будет рождаться некое отторжение. Жест указающий. Да, но это больше такие конфликтогены встреч и нападения. Мы сейчас говорим про реакцию, то есть про ответ. Если паттерны или конфликтогены оправдательные, вот мы телесные, вот эти назвали «бегущие глаза», именно поэтому в конфликте нужно вместе смотреть глаза. Контакт глаз – это сигнал «я хочу общаться», да, «я готов общаться», «я хочу общаться». В конфликте глаза нужно отводить только тогда, когда вы не хотите общаться. Например, отказали или сами уходите, или глаза отводите на какую-то деятельность. Ну, к примеру, отказ можно так транслировать. А есть слова, есть конкретные слова, которые тоже конфликтогены. В оправдательных коммуникациях это, я уже сказал, это чтиться «не». Русский язык настолько велик и могуч, что мы все можем сказать без «не». В обычной жизни можно опустить это правило, но в конфликтной коммуникации там нужно отточить заранее свою речь так, чтобы «не» не выходило, придерживать. Частица «не» в конфликтной коммуникации будет восприниматься или как агрессия, «я не хотел», «вы неправильно подумали», тут больше от телесного поведения, интонации. Или «я не хотел», «так получилось», «вы неправильно подумали», «я не это хотел сказать». Как ни крути, конструктивной речи не получится. Я сейчас услышала, как вы переложили ответственность на меня, вы не так подумали. Я прям вот почувствовала, как это работает с ума сойти. Вот, частица «не». Второе слово «просто». Как ни странно, простое русское слово «я просто хотел» — это по большому счету некая команда фас тому, с кем у нас сейчас конфликт. И я, как сейчас принимающая сторона, слово «просто» вот прямо здесь сейчас. Ощущаю как обесценивание моего требования к тебе и вообще ситуации. А обесценивание — это такое снижение значимости для меня. Вот тут точка такая для меня. Ну, может быть, я просто хотел как-то вот так. Тут первое, что нужно сказать про оправдательные коммуникации. Я думаю, что это и достаточно известная информация, что как только мы перед кем-то оправдываемся, мы бессознательно буквально заставляем этого, перед кем мы оправдываемся, нападать на нас еще сильнее. Опыт очень простой. Пообещайте ребенку что-либо, и потом сделайте вид, что вы не сделали. Начните оправдываться. «Ой, я это не сделал, извини, мы взрослые такие, я совсем забыл. Я просто там забегался». Вы посмотрите, какой будет эффект. Скорее всего, если ребенок еще не забитый, он будет буквально вот нападать. Вот вы всегда, да почему-то прям агрессия. То есть любое оправдание провоцирует развитие конфликта. Вот эту точку нужно понимать. Россиянин, я частые слова изношу, мы понимаем, знаем, где-то в обществе есть такое мнение, что агрессировать это плохо. Агрессия будет рождать агрессию. Но про оправдание мало кто знает. Мы все склонны к объяснению. А, по поводу объяснений. Некоторые говорят, я вообще никогда не оправдываюсь. Я объясняю. А любое объяснение в конфликте – это уже оправдание. Поэтому в конфликте нельзя объяснять. А как тогда вот с той фразой, которая в вашей книге написана, по то, что слушают, вот это объясняю. И она же применима. Это другое. Это немножко другое. В конфликте нужно объяснять или до конфликта, или после конфликта. Объяснение до конфликта – это предупреждение. После конфликта объяснение чаще всего здравым людям вообще никакое не нужно. Во время конфликта нужно объяснять или по технологии, в данном случае технологии речевой сомбарон, где есть амортизатор, объяснение и какое-то предложение. Вот вся технология по большому счету. Технология речевой сомбарона – это не только амортизатор, это обязательно еще какое-то предложение. И может быть еще какой-то внутри, мы называем этот блок приема речевой сомбарон, например, объяснение, если это нужно. Тогда мы объясняем кратко, правдиво. И безэмоционально. Ну, по сути, безэмоционально. Сначала мы смягчаем, амортизатор объяснения, так чтобы объяснение не воспринималось как оправдание, это как раз объясняю, рассказываю. Вот случилось вот что. То есть мы предупреждаем о том, что мы будем объяснять. После этого объяснение не воспринимается как оправдательное. Мы сейчас о бессознательном восприятии говорим. Ну, например, вот это учительское, почему-то опоздал. Что бы мы ни говорили, это будет или агрессия, типа, какое вам дело. Да, это будет или я проспал, Мария Ивановна, извините, пожалуйста. Все, это уже даже сам себя чувствуешь плохо. Кстати, многие ученики перестают это делать из-за этого. Или же просто стоит, молчит. Это уход себе. Кстати, потом что с этой энергией делается? Хочется там отомстить? Да. Вот эта нереализованная энергия, она же рождает все равно какие-то процессы. Вы прямо сейчас пример привели, на котором можно вот эти три стратегии, да? Ну, человек поставили, можно сказать, стенки приперли вот этим вопросом, почему-то опоздал. Ну да, тут еще усугубляется ситуация публичностью, потому что одно дело учитель просто спрашивает один на один. И тут варианты гораздо более простые. Публичный конфликт, они гораздо более сильные по разрушению. И там стратегия должна быть, по-моему, я это слышал как правило македонского, хвали публично, а ругай лично. Это здравый человек всегда должен понимать, что при других кого-то ругать, отчитывать, заставлять, требовать и даже просить не стоит. Если мы руководителя при всех о чем-то просим, у руководителя уже есть ограничитель. Если один на один, больше шансов, что он пойдет нам на какие-то уступки или с нами хотя бы поговорить. Ну, к примеру, если вернуться, к примеру, со школьниками, ты почему опоздал? Ученик стоит перед выбором. Действительно, неважно, какая причина опоздания. Да, есть учитель, есть свои, перед кем тоже нужно марку держать, лицо, быть сильным. А тут ситуация такая щепетильная, надо-то отстаивать себя. Вот смотрите, вот прям очень хороший пример, потому что начальники нам могут такое сказать, почему ты это не сделал при всем коллективе на собрании. То есть, смотрите, если у человека, у ребенка, у школьника или у человека на совещании, он остается в эмоцию, тогда у него вот эти три защитные функции, три защитных механизма включаются. В первом варианте он, допустим, говорит, бей, да, вам какое дело. Во втором варианте он начинает оправдываться, я проспал и так далее. Ну, смотрите, предположим, он реально проспал. Это правда. Что сделать? Что в данном случае сделать? Конструктивно, по факту, это просто признай своему, Мария Ивановна, простите, проспал. Например. Логично? Да, логично. Но для этого нужно вот сюда пройти. Вот это конструктивная история. Мария Ивановна, простите, проспал. Но это не все. Потому что, что, в конце нужно обязательно что-то предложить. Позвольте, я сяду, а потом после урока подойду и... Ага, вот это третья как раз фаза предложения. Обязательно что-то предложить. Мы многие ищем, я думаю, что большинство людей все равно ищет ответ на вопрос, что сделать, когда на тебя наезжают по-русски говоря. Нужно думать не на вопрос, что сказать, как ответить. Нужно думать, что предложить. Последний блок в речевой сомбароне, амортизатор, прием речевой сомбароны и предложение, он один из самых главных. Любая коммуникация должна быть завершена каким-то предложением. Вот отойдем в другую мою деятельность, это тренер по ораторскому мастерству. Чем должно быть завершено любое выступление? Многие говорят, надо спасибо за внимание. Спрашивается, зачем? Нет, не должно быть спасибо за внимание. Вот. Ну, это и публичная речь. Спасибо говорит тот, кто пользу получил. А, ну да. Если оратор говорит спасибо за внимание, по большому счету он признает, что он... Ну да, он обесценивает себя и признает, что он использовал аудиторию. Ну, есть детали. Потому что, например, ораторы, которые... Артисты, например, да? И люди творческого плана, это тоже ораторское дело, очень специфичное, но ораторское дело, они, конечно, спокойно могут говорить спасибо, друзья, что пришли посмотреть на мою творчество, потому что задача такая. Да? Они действительно, можно сказать, использовали. Ну, в хорошем смысле этого слова. А, например, в деловых событиях нет никакого спасибо за внимание, никаких вот этих «я все». Никаких «я закончил». А должен быть призыв к действию. Призыв к действию или какое-то пожелание. Делайте вот так. Будет здорово, если вы сделаете так. Я вас попрошу после моего сообщения теперь делать вот так. Возвращаясь к конфликтной коммуникации. Любая конфликтная коммуникация тоже должна быть завершена каким-то предложением. Не ответом «дурак, сам дурак». Дальше ты что? Если мы ничего не предложили, что будет? Если мы тебе дурак, а ты сам дурак, давай отойдем, сядем, будем чай и кофе пить и посмотрим, как родилась такая ситуация и что сделать для того, чтобы дальше мы конструктивно общались. То даже эта варварская, вот это «сам дурак», она уже начинает трансформироваться в какое-то конструктивное предложение. Конечно, мы можем получить отказ. Когда мы дурак, сам дурак, скорее всего, мы получим отказ от того, что давай чайкой попьем. Ну, если он дурак, а ты, интересно, первый раз мне такое люди говорят, давай, сядем. Ну, мы сейчас очень интрируем, конечно, редко в жизни говорят, просто дурак. Это касается любых конфликтных коммуникаций. Например, для продавца, любое возражение для многих это тоже конфликт, особенно неподготовленное. И поэтому продавцы чаще всего что? Все-таки готовят что-то. Ну, какая-то там у них есть техники работы с возражениями, что ответить, что сказать, как предложить, ну, и так далее, и так далее. Вы сейчас очень хорошую тему затронули, что ответить и как ответить, да? Насколько я помню по вашей книге, здесь все-таки интонация имеет очень большое значение. Все имеет значение, вся речь. Оратор создает речь. Оратор человек в тот момент, когда он говорит. Когда мы управляем конфликтом, мы, в принципе, ораторы. И имеет значение и положение тела, и какие жесты, и какой взгляд, и какая мимика. Имеет значение, каким голосом мы говорим, а это что? Это громкость, это ритмично или лирично. Антиконфликтная коммуникация все-таки более лиричная, нежели с какой целью ты мне сейчас это сказал. Ну, например. Это ритмичная речь. Это, конечно, интонация. То есть, какие эмоции в голосе. Для того, чтобы конфликты гасились, три ключевые эмоции. Забота, любопытство, интерес. Ну, они так или иначе трансформируются в легкое удивление, о котором мы вначале говорили. Легкое удивление. А для чего ты это сказал? Давай сядем. Вот пример. Понятно, это все нужно употреблять, исходя из ситуации. Потому что одно дело ситуацию руководить с подчиненным, где подчиненный берега потерял, условно говоря. Вот. Другое дело, это твой ребенок, например. Третье дело, это когда вопрожен здесь смерть, когда твой же ребенок мячом играется, мяч похотелся на рогу, а он туда пошел. Навряд ли мы будем амортизировать. Дорогой, зверь, проанализируй ситуацию. Обратись ко мне за советую. Бросок нужен. Бросок кобры, я бы даже сказала. А смотрите, ну, действительно бывают ситуации, когда, вот как вы сказали, там, начальник из берегов вышел. Я просто, ну, наверное, этот опыт есть у большинства подавляющего в нашей стране хотя бы раз. Когда ты не в ресурсе, ты истощена, ты уставший, у тебя нет совершенно возможности, ну, как бы, ресурсов нет сопротивляться. И тебя в этом состоянии вызывают на ковер и начинают на тебя, как это говорит, в грубой форме. И все. И что делать? И что делать? Потому что нет сил совсем никаких. Ох. Все-таки согласитесь, чтобы отсюда уйти вот сюда, нужно, чтобы был какой-то ресурс. Абсолютно. А его нет. Ох. Ну, давайте по частям. Вы сами ответили, если у нас нет физических ресурсов, и вообще нет ресурсов, нет знаний, нет опыта, впервые такое случилось, мы не знаем, что будет, не понимаем ситуацию. Если не знаешь, что делать, если нет ресурсов, самое простое, рви коммуникацию. А что такое рви коммуникация? Рви коммуникация, ну, звучит грозно, на самом деле, это, ну, на пальце покажу, это временное прекращение разговора с тем, что потом можно было вернуться. Можно сымитировать, ну, например, сказать, одну минутку и уйти, да? Может сказать, Василий Иванович, сейчас я на пару звонков отвечу, я приду. И за эти две минуты, условно, там, я не знаю, какие-то действия сделать, которые включат рацию хотя бы на время. Ну, это продышаться, это, там, статическое напряжение, это воды выпить, ну, для кого-то это кофе, жвачку пожевать, попрыгать, физические действия и так далее. Мы это называем эмоциональной гигиеной. Есть много достаточно способов, вообще способов эмоциональной гигиены больше двухсот. Десятка-полтора сходу можно назвать способов, которые быстро включают рацию, даже если сил нет вообще. Вот вообще нет сил. Два способа. Какие? Поспать? Скажите, нет, поспать на работе нереально. Мы уже сейчас назвали, жвачку пожевать. А, ну да, вот эти вот. Просто жвачку, это вот спортсмены делают, я вот там с некоторыми профессионалами разговариваю, задаю вопрос, зачем вы жвачку жуете перед... Броском, налетом, нервяк гасим. Ну, условно говоря. У нас, когда челюстные мышцы работают, да, в кровь дофамин поступает. Следующее. Если у вас есть телефон, а в телефоне есть заготовочка смешных роликов на 2-3 минуты, когда мы искренне смеемся, в кровь поступает дофамин, дофамин гасит адреналин, кортизол. Ну, это очень грубая схема, конечно, сейчас. Ну, понятная. Не будут какие-то претензии, но очень понятно, да. Ну, у всех был опыт, когда кто-то рассмешил, стало легче, к примеру, сил был. Ну, смех театрин. Опять же, воды выпить, любая физическая активность, ну, какая физическая активность, в данном случае хотя бы даже напрячься. Ну, вот в полупланку на стену опереться, и что, мышцы подражали, там, за стул взяться потянуть на себя, мышцы, стоп, напряглись. Вам точно хватит этой силы на то, чтобы более конструктивно разговаривать с тем же руководителем. Это, ну, то есть, разрыв коммуникации нужен для того, чтобы включить рацию. Если не получается, рвем коммуникацию еще больше. Просто заходим и, честно говоря, Василий Иванович, я понимаю, что есть ко мне какой-то вопрос, да, у меня просьба. Давайте отложим до завтра, я буду более в ресурсе, и вопрос решится больше. Понятно, что здравый руководитель может пойти, опять же, исходя из ситуации, мне иногда тоже претензии. Руслана, это в нашем случае не работает. Но первый вопрос, а ты пробовал? Делай, если не сработает, применяй другие инструменты. Вот, но четко мы понимаем, что если мы не в ресурсе на ковре, если уж про эту ситуацию, и мы что-то там сделаем, скорее всего, мы будем жалеть, скорее всего. Это не значит, что нужно там ставить руководителя и обтекать. На этом случае тоже есть амортизатор. Самый простой амортизатор, это когда, ну, например, он так и применяется, вот, в этой ситуации чаще всего. Мы решим этот вопрос, я решу. Мы или я все-таки? Да, это в зависимости от ситуации. Да, решу, я посмотрю, что могу сделать. То есть мы не говорим «да», мы не говорим «нет». И вот здесь, вот прям наше воображение хорошо работает, я прямо сейчас находилась в этой коммуникации в вашем рассказе, и у меня остался вопрос, который я сразу на себя ответила. То есть человек-то на меня все равно кричал, все равно я получила какой-то заряд негативных эмоций, и вот тут мне пришла такая облегчающая мысль, что вот этот его крик, он вообще не про меня, он про него. И, наверное, вот это тоже такая личная амортизация в той ситуации, когда ты нашел ресурсы, чтобы второй раз прийти на ковер, у тебя уже есть возможность сопротивляться, но все равно вот эта вот атака, она продолжается. И вот как, что-то... На ковре нужно не сопротивляться, на ковре нужно договариваться. Другими словами, если... А я сказала слово «сопротивляться», вы смотрите, что... Вот бессознательность совершенно. Ну, это наши обычные стратегии, обычные, жизненные. Если есть что-то, то нужно сопротивляться. Специалисты говорят, наоборот, нужно расслабиться и использовать силу оппонента. На нас нападают всего лишь из-за двух причин-целей, пока объединим, на самом деле. Если нападение специальное, нападение специальное, вот человек хочет, ну, его цель какая? Вывести как раз нас на эмоционалер на весе. В случае с криком это запугать, да, это... Чтобы человек почувствовал, что уничтожит, что и так далее. Это специально, потому что человек, у которого много здесь и мало здесь, он гораздо проще управляем. Если мы это понимаем, что наш руководитель такой, то нам гораздо проще. Мы понимаем, что он нас хочет вывести, значит, просто не выводись. Все, держи. В данном случае, например, той фразы, которую вы произнесли. А второе нападение, это не специальное нападение. Чаще всего это как раз, по большому счету, признак слабости. У человека много здесь. И вместо того, чтобы пойти поплавать, покричать, творчеством заняться, в книгу все выплеснуть, или к психотерапевту, например, сходить. Или на бокс. Или на бокс. Способов много, я сказал. Больше двухсот, на самом деле. Продышаться, например, помедитировать. Немного же времени нужно. В тазик с водой вот так залезть и туда покричать. Сразу и холод, и у статин. Холод это тоже способ. Так вот, многие люди выбирают бессознательно выплеснуть на более слабого. У руководителей, к сожалению, всегда есть это... Ну да, слабое звено. Нет, это не слабое звено, это такое... Ну... Провоцирование, провоцирующий человек. Вот я бы на них не спускал. А тут вот ходит, вот что ты под руку попал? Всегда есть человек провоцирующий. Да, да, да. И когда вот отсюда, мы тоже можем это сделать. Если в данный момент по субординации мы не можем ничего сказать, то что мы просто понимаем, что чуть-чуть поработаю психотерапевтом. Например, да? Руководитель легче станет, наверное, попросит прощения, может зарплату прибавить. Мы спокойно можем это несколько, чуть-чуть поабстрагировать, человек орать долго не может. Ну, а потом сказать, Василий Иванович, я готов поговорить конструктивно, что конкретно нужно, давайте сядем обсудим. Например. Если это происходит публично, то все-таки лучше я записываю, я записал, пять минут я подойду, или дайте мне полдня, я решу этот вопрос. Из жизненного опыта у меня как раз такая ситуация. Вот только сейчас, представляете, я давно-давно забыла про него. Меня вдала такая ситуация, когда меня вызвали на ковер и очень сильно кричали. Долго, истерически. И я в какой-то момент поняла, что меня просто тошнить начало. Я просто физически не могу здесь находиться. Никаком рацио, я думаю, что речь была... Ну, скорее всего, там было просто притворительное. Да. Но что-то меня хватило на то, что я сказала, я зайду, когда вы успокоитесь. Я вышла из кабинета, я думала, в следующий раз я когда пойду, мне надо идти с заявлением на увольнение. Потому что, ну, у человека, когда я уходила, было совершенно остолбеневшее лицо, очень сильно удивленное. И как... Что странно, ничего не последовало. То есть я пришла, и разговор продолжился так, как будто ничего не было. Ну, скорее всего, это просто признак того, что руководитель был более-менее здравым. Ну, вообще, как человек просто. Да, просто... Было какой-то эмоциональный выборист, но достаточно здравый. Я бы слово «успокойся» просто, я зайду, когда вы не успокоитесь. Слово «успокойся» мы говорили, что оно все-таки комплект агентный. Заменил бы на что-то. Ну, когда вы... Ну, например. Ну, что-то другое там. Я готов общаться. Или просто «я зайду через 15 минут». Да, я зайду через 15 минут. Я зайду, когда... Даже когда можно не говорить. Даже просто, когда вы придете. Да. По большому счету, когда мы говорим «когда», мы уже подразумевают, что это ненормально. Я зайду через 15 минут. Да, это идеально. И у меня есть предложение. Давайте. Я посижу, что я могу. Посмотрю, что я могу сделать. Вот они рождаются уже, какие-то инструменты. Когда человек включает трассу и готовится к коммуникациям, он уже. Мы, когда общаемся с людьми, мы все-таки более-менее знаем этих людей. Более-менее знаем их стратегии жизненные. Мы понимаем, что вот этот постоянно орет, вот этот жалуется, вот этот манипулирует через комплименты и так далее. И мы каждому все равно можем осознанно найти какие-то инструменты. Ну, точно так же, как продавцы находятся своим клиентам. С этим нужно сначала похохметь, с этим сразу нужно, сразу предложение делать, да? С этого торговаться 100% будет, поэтому чуть цену изначально завысим, к примеру. Близких мы тоже плюс-минус знаем, и как что, какие слова с этим говорить, с этим не говорить. А вот смотрите, вот тоже бессознательно подкидывает какие-то ситуации, связанные с тем, что вы говорите. Тема конфликта, она, да. Да, общественный транспорт. Сидит молодой человек на месте для инвалидов. Рядом стоит бабушка, он сидит в телефоне, в наушниках, типа, я тебя не вижу. В этой ситуации мои этические ценности начинают медленно закипать. Ситуация для вас конфликтная, потому что у вас закипает. Да, потому что у меня закипает. Вопрос. Вопрос. Я могу эмоционально, теоретически я так никогда не делала, но я могу сказать, когда у меня уже накипело, ты что тут сидишь там, ты что не видишь, ты вообще где сидишь, там понятно. Как это сделать правильно, чтобы бабушка села, а молодой человек не понял, что он последняя буква... Как так сделать, чтобы у вас и был результат. Да, да, да. Самое простое, что мы можем делать с другими людьми, это их об этом просить. То есть, молодой человек, просьба есть, пожалуйста. Выступите вместо бабушки. Это самое простое изначально, что мы можем делать. Конструктивная просьба, все-таки, начинается с предупреждения о том, что будет просьба. Не сразу встаньте, пожалуйста, например, потому что это все равно бессознательно воспринимать. Может, молодой человек и правда не видел. Может, он... Конечно, не исключено. Может, у него что-то случилось. Может быть, его сейчас побили, он действительно еле-еле сидит и так далее. То есть, мы никогда не знаем полностью ситуацию, и лучше всегда мягко. Вот это, молодой человек, у меня просьба к вам, да. Есть вообще другой путь, когда не в вашей зоне ответственности, там же в автобусе контролер есть. Мы можем сказать... Через контролера. Обратите внимание. Если мы сидим в ресторане, и нам не нравится этот столик или еще что-то, лучше через официанта действовать, например. Да, тогда официант или нам предложит, например, что-то, или этому столику. Ну и так далее. Но когда мы... Самое простое всегда это просить. Все. Просьба — это не признак слабости. Если мы сначала предупреждаем о том, что просьба, предупреждаем это как просьба есть, пожалуйста, да, сделайте. Я хотел бы вас попросить. Позвольте вас попросить. Очень хорошее замечание, что сказали. Просьба — не признак слабости. Это тоже такое есть в обществе представление, что если ты просишь, если ты, как говорят, прогибаешься, то это слабость. А это ведь совсем не так. Опять от ситуации зависит. Руководитель, если просит своего подчиненного о том, что он должен делать, а это у него в должностной инструкции написано, то, скорее всего, это признак слабости руководителя. Например, если руководитель просит подчиненного... Шпалка нюансов. Да, подчиненного о чем-то, что вне рамок его должностных инструкций, тогда, наверное, самый конструктивный путь — это все-таки попросить. Да? Василий Иванович, у меня просьба, такого уровня специалистов только вы, да и Василий, он сегодня у нас сейчас в отпуске. Пожалуйста, останется на полдня или еще что-либо. А мы с вами про цели поговорили или нет? Про цели нет, по-моему. Давайте про цели еще скажем. Давайте. У продавца какая цель? Продать? Нет. А рассказать так, чтобы человек еще раз пришел? Нет, это не цели. Это то, что будет продавец сделать, исходя из того, чтобы достичь свою цель. Ну, то есть это действие на пути к цели. Я почему про продавцов часто спрашиваю? Я не тренер по продажам. Продажа — такой простой, понятный вид деятельности. Все мы так или иначе хотя бы покупаем что-либо, да, и мы понимаем, что это за вид деятельности. Все, все мы привыкли ставить цель, как что нам нужно делать. Проще, к нашей теме разговоров. У нас с вами конфликт. Какая цель у вас? У меня с вами конфликт? Это придумать надо, мне же не цель конфликта. Я и вы, у нас с вами конфликт. Какая у вас цель? Я не могу придумать. Кстати, если мы задумались, а мы сейчас попадем в конфликт, а у вас нет цели, значит, скорее всего, что вы будете делать? Я проиграю. Нет, это не вопрос про выигрыш, и про это тоже можно поговорить, и про победу. Если у нас нет цели, то мы начинаем что-то делать. И это что-то ведет к разрушению. К разрушению. Ну, в случае с коммуникациями, если у людей нет цели на коммуникацию, то они просто болтают. А это болтовня может много к чему привести. Ну, к примеру. Соответственно, в конфликте обязательно должна быть цель. Если уж мы про конфликтные коммуникации. Так какая цель у продавца-то? Цель любой коммуникации – это ответ на вопрос, что они должны сделать. Что он должен сделать. Ч-О-Д-С. Легко запомнить. Вот ребенок, вот посуда. У вас сейчас в гости придут. Какая цель общения с ребенком? Что он посуду помогал? Все, видите, как легко. Вы продавец, я покупатель. Вы что-то продаете. Ну, вот вы книгу продаете, по речевой самороне мне, например. Какая у вас цель общения со мной? Чтобы кто-то купил эту книгу? Чтобы я купил. Чтобы вы эту книгу купили. У вас нет цели продавать, объяснять, рассказывать, как она создавалась. Это то, что вы будете делать, чтобы я купил книгу. Цель – это что они должны сделать. Если мы так ставим цель в коммуникации, то коммуникация гораздо быстрее идет, и более эффективнее. Вы и я, у нас конфликт. Какая у вас цель? Я хочу, Руслан, чтобы мы сейчас попили кофе, а потом вернулись к этому обсуждению. У вас уже есть чем завершать коммуникацию. Если ваша цель сформулирована в формате, что он должен сделать, ну или по-другому, что я хотел бы, чтобы он сделал, скорее всего, это вам ближе будет, что я хотел бы, чтобы он сделал, то тогда у вас всегда есть выход из конфликта. Вы этот выход всегда представляете. Вместо того, что вы сейчас дурак, вместо того, что сам дурак, у тебя есть выход, давай обсудим. Слушай, мне впервые это говорят, возможно, какая-то доля истины есть, а все просто что-то замалчивают. Давай сменяйте кофе, чашка кофе. Пусть я чуть не вижу. Например, мы сейчас все больше и больше предлагаем что-то на разрыв коммуникации, но на самом деле это вот в любой коммуникации. Давайте, вот у нас с вами, просто прогенерим, у нас с вами конфликт. Какая еще может быть цель, чтобы просто отвлеклись, разорвали, что еще? Ну, например, чтобы попросил прощения, чтобы дал время на объяснение. Ну, например, Руслан, дай мне пять минут, вот просто пять минут помолчи, я тебе сейчас выскажу свою точку зрения, и мне кажется, что все-таки мы найдем точку выгода. Поймем друг друга, например. Что он должен сделать. Вот и все. Чаще всего в ситуациях типа автобусных, ну, с людьми, которых мы первый раз видим, чаще всего цель это все-таки я иду своей дорогой, а ты идешь своей дорогой. А там уж формулируем. А вот вы еще сказали что-то какое-то, что-то особенное по поводу слова победить, ну, видимо, в конфликте. Что там особенное? Ну, какая-то трактовка, видимо. Вот как вы думаете, как много людей хотят побеждать в коммуникациях, в конфликтах? Ну, я думаю, очень многие, на самом деле. До того, как послушали ваше выступление. А теперь берете любой этимологический словарь, в книге, я не помню, есть информация на эту тему, нет? Ну, или просто там Яндекс берете, забиваете. Победа, этимология слова. И вы найдете слово победа, происходит от слова беда, и означает буквально идти по беде другого человека. Это смысл этого слова, да, известно, что такое этимология. Другими словами, как только мы хотим победить кого-то, мы бессознательно хотим этому человеку беды. А чтобы понять смысл, это лучше на примерах. Вот вы и ваш ребенок. У вас конфликт. Вы побеждаете, кто проигрывает. Ребенок. Проигрывает он. А если берем стратегически, ну, то есть на какой-то период времени, кто проиграл? Ну, скажем так, никто не выиграл. Руководитель подчиненный, да? Побеждает руководитель, кто проигрывает? Подчиненный в итоге не... Руководитель выигрывает от этого? Нет, не выполняется. Теряется мотивация, есть подчиненные, которые начинают подставлять, халтурить, воровать и так далее. Просто, ну, как, типа, месть такая. Подчиненный руководитель побеждает подчиненный, кто проигрывает. С ума сойти. Ну вот. Русский язык, конечно, богат вот этими этимологическими находками. Да, этимология — это очень великая вещь, это истинный смысл слова. И вот как только мы хотим кого-то побеждать, вот об этом всегда нужно думать. На самом деле, если глубоко разговаривать с людьми, на самом деле они хотят не побеждать. Ну вот чаще все-таки люди... Не-не, я другой смысл. Чтобы им не было хорошо, ему хорошо. А это называется договариваться. Договариваться — это когда и у меня есть результат, и у тебя есть результат, и мы с тобой готовы дальше общаться. Ну уж если там не любим друг друга, то мы можем развивать наши отношения. Это называется договориться. Мы с вами договорились до того, что у нас заканчивается время интервью, невероятно насыщенного, невероятно информативного, и можно прям по полочкам все разложить. У нас есть три этапа поведения, правильного поведения в конфликте. У нас есть примеры, у нас есть примеры того, как разрывать коммуникацию, понимание слова «победить» для меня, совершенно удивительное было. Мне кажется, для зрителей это больше такие некие пазлы, которые мы просто обозначили, и относительно каждого пазла можно целую картину рисовать. Мы много о чем не говорили, и, кстати, нет правильного поведения. Так на всякий случай услышал это слово. Вот видите, бессознательное поведение. Есть эффективное, неэффективное. Любое поведение, которое мы совершаем в данном случае в конфликте, в любом случае даст какой-то результат. Какой-то результат будет. Другой вопрос, этот результат дает ли нам результат реальный, это тот, который мы хотели, и отношения. То есть, будет ли это потом дальше развиваться? Об этом всегда нужно задуматься. Будет это приобретением или станет ли это опытом? Говорят же, нет плохих вариантов, есть приобретение опыта? Это в том числе, да, это опыт. Тогда мы что, условно, нужно уметь попросить прощения? Это тоже речевой навык. Очень важный навык, потому что нет людей идеальных, все мы так или иначе ошибаемся. И восстановление справедливости в данном случае это просто прости, пожалуйста. Кстати, есть продолжение прости, пожалуйста. Это психологи же говорят. Прости, пожалуйста, и что я могу сделать для того, чтобы восстановить? Вот как-то они так говорят. В данном случае это та фраза, когда ты сам не можешь ничего предложить. Ну да. Говорят психологи. То есть можем прости, пожалуйста, я, например, склею, да, если чашку разбили. Прости, пожалуйста, я готов. Если ты сам знаешь, что... Да, если опоздали, простите, я завтра буду вовремя. А если не знаешь? То есть мы берем какие-то обязательства. Если не знаем, что предложить, тогда мы можем сказать, что я могу сделать, чтобы наши отношения остались на прежнем уровне, например. Или что могу сделать, чтобы ты полегче относился к этой ситуации. И что вот красной нитью проходит через весь ваш рассказ, это искренность, все-таки чувств. Да, отсутствие манипуляции вот в той правильной технологии, о которой вы рассказываете. Опять правильная технология? Ну, в технологии. Работающей технологии. Отсутствие манипуляции, искренность, то, что вы говорили, забота, искренность и любопытство. Искренность или органичность, или конгруентность, она в любом случае придет с отработкой. Если мы, если человек никогда не амортизировал, не задавал никакие вопросы, никогда ничего не предлагал, он первый раз это сделает, это будет очень неискренно. Оно изначально будет, есть понимание, что так хорошо, и так правильно, но он первый раз сделает, у него это будет, как я говорю, коряво. К сожалению, так, поэтому отрабатывать нужно. Нужно научиться, вот никакая речевая самоборона не нужна, или с другой стороны, это и есть речевая самоборона. Научись просить, научись отказывать. Так что у себя комфортно чувствуешь, для того, это комфортно, это технология, это шаги, это раз, амортизируй приемы, предложения. Научись отвечать на любые выпады в свой адрес, отстаивать себя, а это тоже амортизируй, уточняй или аргументируй, и предлагай. Научись советовать, ну, как известно, лучше не советовать, но научись, когда это нужно делать. Вот, и по большому счету все. И помни, что цель должна быть, научись разрывать коммуникации, и все это во всеоружии. Ну, еще прочитай книгу «Речевая самооборона», в которой все это более подробно написано. Ну, эта книга писалась давно, на самом деле, и сейчас, конечно, в технологии больше шагов, больше инструментов. Ну, здесь очень хорошее подназвание «Как не выходить из себя, исправить самую зажившительность эмоций». Это уже издательство «Питер» постарались. Решили, что промахали. Ну, например, здесь «Как не выходить из себя». Да, не подходит слово «не». То есть, с точки зрения меня как автора, издательство «Питер» чуть-чуть взяло на себя лишнюю ответственность. Я бы переформулировал, например, как оставаться самим собой, например. Как быть собой. Как отстаивать себя. Как быть... Как быть... Ну, есть такое слово «неуязвимым», например, там честиться не... Она в контексте слова, там по-другому не скажешь. Защищенным, неуязвимым, защищенным. Защищенное – другое слово. Да, в контексте «Речевой самообороны» защита – все-таки инстинктивное поведение. Хорошо. Я надеюсь, что наши зрители хотя бы увидят, что есть выходы из тех ситуаций, в которых они находятся, и иногда в речевых коммуникациях не обязательно понимать подоплеку, а просто знать, что... Ну, просто вот делай раз, два, три. Шаги, которые сто процентов ведут к результату. Научись отказывать, просить, разрывать коммуникации, признавать свою неправоту, задавать вопросы, если это нужно, и обязательно что-то предлагать. И обязательно амортизировать. Спасибо большое, Руслан. Прямо очень наполнено. И спасибо вам огромное за то, что вы пришли. И я, наверное, попрощаюсь с зрителями теперь уже, исходя из новых знаний. Тем не менее, искренне благодарю зрителей наших за то, что они были с нами. Берегите себя. И смотрите наши следующие выпуски. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok